Совет Евроатлантического партнерства Институт НАТО является многосторонним форумом, созданным для улучшения отношений между НАТО и не входящими в НАТО странами в Европе и частях Азии, примыкающими к европейской периферии. Государство члены сотрудничают и консультируется по целому ряду политических вопросов и вопросов безопасности. Он был создан 29 мая 1997 года в качестве преемника Совета Североатлантического сотрудничества и работает совместно с партнерством во имя мира, которые были созданы после окончания Холодной войны. Первое в 1991 году, последнее в 1994 году, соответственно, большинство стран-партнеров открыли дипломатические представительства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что помогает поддерживать регулярную связь и проводить консультации при первой необходимости. Заседание ИСИАП проводится один раз в месяц на уровне послов, один раз в год на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов, а также периодически на высшем уровне. Начиная с 2005 года, проводит заседание на высоком уровне новый орган ИСИАП Форум Безопасности. На этом форуме ведется обсуждение важных вопросов безопасности и поиск наилучших путей для их совместного решения государствами НАТО и странами-партнерами. Это сотрудничество охватывает, в частности, следующие направления – операции по урегулированию кризисов и поддержанию мира, контроль над вооружениями и вопросы, связанные с распространением оружия массового уничтожения, международный терроризм, Вопросы оборонного планирования, формирования бюджета, оборонной политики и стратегии, гражданское, чрезвычайное планирование и готовность к реагированию на стихийные бедствия и катастрофы, сотрудничество в области вооружений, ядерная безопасность, координация действий гражданских и военных служб, организации воздушного движения, научное сотрудничество. Решение о создании СЕАП на базе существовавшего с 1991 года Совета Североатлантического сотрудничества было принято в 1997 году с целью углубления партнерства и обеспечения более оперативного взаимодействия в вопросах безопасности. Новый форум в большей мере отвечал требованиям программы «Партнерство ради мира», в частности, его создание было связано с проведением миротворческой операции в Боснии и Герцеговине. В 1996 году для проведения этой операции вместе с частями и подразделениями из стран НАТО были развернуты воинские контингенты из 14 стран-партнеров. Большинство стран-партнеров имеют дипломатические представительства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседание СЕАП проводится один раз в месяц на уровне послов, один раз в год на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов, а также периодически на высшем уровне. В 2005 году был создан новый орган СЕАП «Форум безопасности», на котором осуществляется обсуждение ключевых вопросов безопасности и поиск наилучших путей для их совместного решения. Члены. Всего 50 членов, из которых 28 страны члены НАТО и 22 страны-партнера. Страны-партнеры. Шесть стран, которые позиционировали капиталистическую экономику во время Холодной войны. Австрия-Австрия, Финляндия-Финляндия, Ирландия, Мальта-Мальта, Швеция-Швеция, Швейцария-Швейцария. 12 бывших советских республик. Армения-Армения, Азербайджан-Азербайджан, Белоруссия-Белоруссия. Грузия-Грузия, Казахстан-Казахстан, Киргизия-Киргизия. Молдавия-Молдавия, Россия-Россия, Таджикистан-Таджикистан. Туркмения-Туркмения, Украина-Украина, Узбекистан-Узбекистан. Пять стран из бывшей Югославии, не находившихся ни по одну сторону железного занавеса во время Холодной войны. Босния-Герцеговина, Босния-Герцеговина, Республика Косово, Македония-Македония, Черногория-Черногория, Сербия-Сербия.